Добрый день всем. Начинаем сериал встреч под общим названием «Виртуальная гостиная». Сегодня у нас первая пилотная серия. Участвуют в студии я, Яков Шельдман, и со мной Михаил Макаров. Здравствуйте. И Игорь Зельманов. Добрый вечер. Хорошо. Мы собрались для обсуждения проблемы, которые нас всех интересуют, всех участников, и надеюсь, что она вас интересует и вас. Проблема вот какая. Мы обозначаем ее как проблему перехода. Это значит, что наша страна, как система, движется сейчас по определенной траектории, с которой она не может свернуть, может только идти чуть быстрее или чуть медленнее. Но где-то впереди моя точка, где начнется развилка. И что будет в этой точке, нам нужно сейчас понять и как-то подготовиться к этой точке, чтобы действовать правильно. Потому что в этой точке, возможно, выбор следующей траектории. И мы, я думаю, что мы надеемся и хотим вычислить такой вариант, который будет выгоден всем или почти всем участникам последующих событий. Вот найти такой вариант, во-первых, и понять, как нам убедить всех участников, кто может повлиять на то, чтобы большая часть сил помогла, а все остальные не очень, не смогли помешать переходу страны на эту новую траекторию. Вот об этой проблеме перехода мы собираемся говорить. Тезисы втупительные я записал вчера, и их можно посмотреть на отдельном ролике в YouTube. Ссылку дам в описании к этому видео. Вот сегодня у нас первая встреча. Я буду вбрасывать мысли, и мы будем их обсуждать по ходу дела. Ну, еще в этом ролике с предварительными тезисами сказано, что мы будем рассматривать систему с точки зрения философской, то есть, как описывать какой язык, с точки зрения социологической, кто участвует, какие группы, и с точки зрения практической политики, но это уже последнее дело, какие точные мероприятия, какие точные люди могут участвовать и так далее. Вот это три слоя, они будут все время присутствовать в нашем разговоре. Ну, и еще мы как бы согласились с тем, что нам надо рассматривать именно проблему скачка. Многие люди занимаются вот как бы таким непрерывным давлением на систему, участвуют в легальной политике. Это интересно, это важно, но это не для нас. Мы сейчас хотим попробовать исследовать проблему скачка такого разрывного решения, и что нужно делать, и к такому, ну, какой новой траектории надо стремиться. Ну, вот сейчас вот, есть ли у вас что добавить к этому вступлению, коллеги? Игорь? У меня есть что добавить. Я бы хотел сказать, что важность вот такого обсуждения на самом деле очень велика. Во-первых, потому что вот в такие точки бифуркации, которые нас ожидают там в связи с уходом нынешнего президента, или, возможно, просто ухода даже из жизни, в эти моменты система становится нестабильной, и даже малейшие какие-то действия там отдельных субъектов или групп влияния и так далее могут иметь огромное значение, определяющее значение для выбора дальнейшего пути развития. Ну, тот самый эффект бабочки, который писал в свое время Брэдбери. Вот, и поэтому, да, и второе, я хотел сказать, что таких групп, вот типа наши, вот мы сейчас втроем собрались, обсуждаем, на самом деле, я думаю, сотни, если не тысячи по стране, очень многие об этом задумываются. То есть многие уже перестали думать о том, кто виноват, и так все ясно, да, а начали думать о том, что делать. И, на мой взгляд, вот то, что предложено ведущим, момент перехода, он очень важен, потому что очень многие захотят, те, кто сейчас у власти, они захотят продолжить эту систему грабежа, она, ну, вообще воровать вообще выгоднее, чем торговать или производить, это известно, там норма прибыли выше гораздо. Вот, и они захотят это сохранить. С другой стороны, ну, наши какие-то усилия, возможно, мы постараемся как-то консолидировать усилия единомышленников, тех, кто тоже озабочен тем, что за державу обидно, что называется, они могут позволить повернуть страну в нужном направлении. Третье, что хочу добавить, что страна у нас очень много раз пыталась вырваться вот из этой колеи, о которой говорил Александр Аузан в своей лекции, но где-то за последние 200 лет 6 раз пыталась Россия вырваться из колеи отсталости, войти в группы стран, в которых наблюдается устойчивое экономическое развитие, и каждый раз что-то мешало. И поэтому очень важно сейчас определиться с тем, что делать в тот момент, когда вот эта вот точка бифуркации наступит, и какими действиями нам можно будет повлиять, и каким образом повлиять на дальнейшее развитие. То есть, поэтому я считаю, что вот такое обсуждение, оно, ну, очень важно. Спасибо. Михаил, что-нибудь добавить? Ну, меня, наверное, пока нет. На следующем этапе. Хорошо. Я понимаю и согласен с мыслью, что существуют еще другие группы, и многие обсуждают, но вот я хочу, чтобы мы довели наше мнение до какого-то презентабельного вида, и могли предъявить этим другим группам, приглашать их к совместному разговору, чтобы вырабатывался какой-то общий язык, какое-то общее видение. Да. Наша задача сейчас сделать такую короткую, понятную презентацию, чтобы на нее приглашать людей, и чтобы они тоже принимали участие, вовлекаясь в эту самую воронку. Это как бы итог первого раунда. Ну, поехали дальше. Значит, сейчас многие люди говорят о том, что нужны реформы. Хочу отметить замечательную роль Сергея Гуриева, который приглашает экспертов. Там есть специалисты по экономике, юристы, по правоохранительным органам и прочее, и прочее, и понятно, что есть эксперты, как бы, ну, за пару дней можно собрать такую группу экспертов, которые предложат хорошую глубокую программу реформ по каждому из направлений. Но, как все говорят о реформе реформы, последний вопрос, а где же политическая воля? Поэтому я думаю, что самые глубокие реформы, их список можно написать, экспертов можно привлечь, они все-таки последний этап скачка. То есть сам скачок еще будет разбит на этапы, и на последнем этапе, когда у нас подготовимся, можно будет эти реформы запустить. Что нам говорит о том, что пора запускать реформы? Мне кажется, что это тот самый последний этап, к началу которого мы будем иметь такой парламент нормальный, такой нормальный парламент, при котором каждый гражданин страны сможет сказать, что там есть мои представители, и мой голос будет услышан. То есть если парламент, такой парламент, примет решение, что да, нужна такая реформа, а такая не нужна, то это будет голос страны. И тогда у этих реформ есть основания для того, чтобы быть успешными. То есть это будет последний этап реформ. Я, как бы, пользуясь терминологией языка программирования Python, пишу, что это минус первый элемент в нашем массиве. То есть последний этап, первый с конца. Но для того, чтобы вот этот этап состоялся, должны пройти нормальные выборы, а для этого нужен предпоследний этап, минус второй. И к началу этого этапа нам нужны такие условия, которые гарантируют нормальные выборы. Вот если посмотрите на выборы сегодня, то там сломана избирательная система, сломана судебная система, то есть нормальные кандидаты не проходят избиркомы, избиркомы фальсифицируют, избирательная система сломана. Там сломана, из-за того, что сломана система, судебная система, можно подавать в суд, но это ничего не дает, это не работает. Силовики выступают на стороне фальсификаторов и защищают эти фальсификации. Они тоже участники этого слома. Ну что еще? Ну вот, пожалуй, вот это мешает нам провести нормальные выборы, и поэтому на предпоследнем этапе должны быть в середине последнего этапа должны быть созданы нормальная избирательная система и относительно нормальная судебная система, которая будет выборы настраивать как бы на правильный лад, охранять выборы, а не ломать выборы и не помогать фальсификациям. Ну и вот это вот содержание предпоследнего этапа, собственно, оно описано в моих предыдущих презентациях. Я, собственно, этому посвящал свои видео. Ссылки тоже будут в описании. Сейчас понятно, что этот этап тоже требует подготовки, нужны еще этап минус третий, минус четвертый, но к этому вопросу мы еще подойдем. Давайте обсудим вот эту вот группу мыслей. Что скажете? Михаил, теперь в вашу очередь. Мне есть что сказать, но хотелось бы сначала вас послушать. Хорошо. Ну, во-первых, значит, я бы сказал, что я бы разбил вообще переход на три этапа. Первый этап перехода, на мой взгляд, это будет, собственно, резкий переход власти от путинских, от путинского начальства, не знаю, как их правильно назвать, от путинской системы к некому переходному правительству, которое неизбежно, значит, образуется, и которое, собственно, будет проводить выборы. Вот. Потому что, по моему глубокому убеждению, пока у нас во главе находится вот эта система, даже если это будет лично не Путин, а если это будет его преемник, который, так сказать, постарается, как правильно вот Игорь сказал, оставить все как есть, то никакого, собственно, перехода не будет. То есть мы будем находиться, по сути, в текущем состоянии, и наша задача будет борьба, так сказать, за, собственно, этот переход. То есть первый этап перехода, это, в общем, революционный некоторый. То есть будет это там мирное народное восстание, так сказать, а может быть даже там не очень мирное, вот в конечном итоге. Может быть даже это будут какие-то выборы переворачивающие. Если мы дойдем, например, до такого состояния, как в Беларуси, что там 80% населения проголосует против, потом выйдет на улице. И важно. То есть вот это резкий переход, да, он достаточно короткий по времени. Потом наступает несколько месяцев перехода, в который, собственно, и проводятся эти выборы. Да, причем я уверен, что в интересах новой власти будет провести выборы как можно скорее. Потому что здесь возникает очень опасная вещь, типа разрыва легитимности. Если, например, новая власть попытается, так сказать, из самых лучших побуждений ввести некую, так сказать, диктатуру, для того, чтобы провести более глубокие преобразования перед тем, как проводить выборы, то, так сказать, начнут очень резко консолидироваться силы против. И, в общем, это может довести до гражданской войны. Потому что люди будут говорить, что какой бы ни был Путин, но при нем были выборы. А это вообще диктатура нелегитимная, никого не представляет. И, возможно, даже восстание против центральной власти. То есть, вот, например, Украина, на мой взгляд, избежала этого сюжета, так сказать, после 2014 года, исключительно потому, что они очень быстро провели выборы. То есть, в интересах новой власти будет выборы провести. То есть, вот этот этап, как бы минус два, я так понимаю, да, вот он там 3-4 месяца. Ну, а следующий уже парламент, и там уже реформы. Вот. Значит, ну, к этому моменту, мне кажется, что вот многие эти вопросы сами собой будут решены. То есть, если у нас произошла реально смена путинской системы на некое временное оппозиционное правительство, то нейтралитет силовиков фактически уже обеспечен. Потому что я почти уверен, что они будут очень сильно деморализованы, и будут разбегаться и думать, то есть, только как спастись от преследования. Не будет широко вооруженного сопротивления и попытки его организовать. Олигархи, мне кажется, тоже, так сказать, займут нейтральное положение уже на, собственно, самом первом этапе переворота. Они попытаются как раз оттолсти в сторону и минимально участвовать, чтобы, так сказать, не огрести очень сильно и не лишиться своих имуществ вне зависимости от того, кто бы не победил. Олигархи начнут очень сильно участвовать и пытаться вмешиваться в процесс в значительной степени негативно, но на следующем этапе. То есть, когда уже будут, так сказать, проводиться там выборы и так далее, в момент, собственно, первой слома они не будут. То же самое, так сказать, старые депутаты и сенаторы администрации президента. Это все в полной разрухе и разбегается. Что касается моратория на партии, мне кажется, это пункт очень сомнительный. То есть партии, даже если, грубо говоря, их запретить, с единственным исключением, было бы идеально, если бы Единая Россия была запрещена, так сказать, ее имущество было бы, ну, распущено, ее имущество было бы арестовано, как преступная организация. Вот все остальные, так сказать, я не вижу причин, почему даже та же ЛДПР не может, так сказать, существовать. Если даже она не будет, то есть можно ликвидировать выборы по партийным спискам, но сами партии все равно останутся. И если не будет этих партий, то будут другие партии. Партии, мне кажется, сами по себе логично, так сказать, концентрируют некие политические взгляды. Вот. Значит, моратория на ТВ в политике очень сомнительная, на мой взгляд, пункт. Потому что, да, можно запретить рекламу политическую, но если у вас будет свободное телевидение, а мне кажется, что мы к этому все стремимся, то неизбежно будут огромное количество всяких ток-шоу. Ну, как это в Украине, например, происходит. И они совершенно даже могут быть непроплачены. Но понятное дело, что в такой ситуации мощного политического подъема в стране, когда все будут говорить только про политику, вот, и будут, так сказать, всякие вот эти обсуждения на телевидении, вы не сможете это ликвидировать. Никакими указами ничего. То есть оно будет неизбежно. Потом, вы же не собираетесь политику запретить в Ютьюбе. Например, Навальному, так сказать, и ФБК, вы не можете запретить снимать ролики на политическую тему. Но это же неправильно. Почему по телевидению надо запрещать то, что в Ютьюбе будет сплошным образом разрешено? Вообще никакая, так сказать, ну, на мой взгляд, никакие цивилизованные страны во время выборов не пытаются запретить участие. Это невозможно и, наверное, не очень правильно. Вот. Значит, единственное, что мы, конечно, должны к этому моменту обеспечить выход государства из большинства крупных СМИ. И, так сказать, поскольку вот ситуация такая, что до выборов это будет не сделать. Это медленно. Это вопрос собственности, вопрос финансирования бюджетов и так далее. Единственное, что, мне кажется, можно будет сделать, это некие общественные советы, которые будут решать всякие скандальные вопросы по поводу того, что вот этот канал, например, он только одну партию, допустим, там предоставляет время и так далее. То есть, вот это, мне кажется, путь сомнительный. Что касается роли губернаторов и старых министров. Опять же, я считаю, что министры не будут пытаться никаким образом вмешиваться, они будут думать только про то, какого цвета веревку, так сказать, им предложат, дадут ли кусок мыла или не дадут. А вот что касается местных властей, то забегая как бы вперед, мне кажется, что местные власти это, так сказать, один небольшой плюс в нашей ужасной ситуации. Поскольку очевидно, довольно, что те, кто будет менять Путина, скидывать, они будут нести на своих, так сказать, знаменных лозунг резкого увеличения доли регионов, то местные власти это наши вообще потенциальные сильные союзники. То есть в этом плане они могут нам даже и помочь. То есть если они увидят, что реально, так сказать, их регион сильно выигрывает в результате перемен, то они могут стать нашими союзниками. Ну и вот по поводу рядовых граждан. Опять же, как бы забегая вперед, вот я считаю, что доля рядовых граждан разная существенно в моменте первого момента перехода, то есть скидывания Путина и второй части перехода. На первом этапе, мне кажется, большинство абсолютных граждан, то есть там, грубо говоря, 95 процентов, 97 вообще не участвуют в процессе никак. Ну кроме там, я не знаю, лайк поставить на видео Навального и посмотреть. Вот. А, так сказать, 3 или там 4 процента активных граждан решают всю ситуацию. То есть они выходят на улицы, они, так сказать, там проводят митинги и все остальное, да. И в хорошем варианте все это решается. Но на втором этапе, когда, так сказать, понятно стало совершенно, что Путина, его администрации больше нет, силовики не собираются больше никого бить дубинками, там, так сказать, и прочее. И все это совершенно безболезненно, а тут решается вопрос о власти, вот здесь ситуация переворачивается. То есть эти 97 процентов, грубо говоря, в значительной степени вываливают на улицы, выкатывают свои требования. И они, вот на втором этапе, ну, фактически, как бы, да, это второй этап. На втором этапе они становятся решающей силой. Вот. И, так сказать, и поэтому, разумеется, если на первом этапе перехода к главным становятся требования, там, политических прав и свобод и так далее, то на втором этапе резко начинает влиять экономическая повестка и социальная. Что предложат, так сказать, те силы, которые собираются избираться и смогут ли они привлечь избирателей. Вот. Это по поводу активных. Вот. Что касается избирательной системы, нормальной судебной системы. Понятно совершенно, что, так сказать, нормальной судебной системы никакой до конца второго этапа не будет. Нечего мечтать. А что касается избирательной системы, то, мне кажется, достаточно радикального смена состава на взвешенный, так сказать, политический состав Центра избиркома и избиркомов в регионах и изменения минимально необходимых в этом, в избирательном законодательстве. То есть так, чтобы были допущены все, чтобы были возможны избирательные блоки, чтобы были сняты все эти ограничения там на людей типа Навального, там и Галямина избираться и все. То есть минимальные изменения, на самом деле, но которые радикально меняют, чтобы можно было регистрироваться по залогу, снизить количество резко подписей. Вот эти изменения в действующий закон вперед и выборы нормальные. То есть вот избирательную систему, ее, конечно, красивую, европейскую не сделаешь, но такую, чтобы можно было провести нормальные и честные выборы, это буквально несколько ключевых изменений, и она будет уже совсем другая. Все, я сказал. Хорошо. Ну, Игорь, сейчас. О-хо-хо. Я во многом, где-то процентов на 90 согласен с Михаилом, вот по поводу периодизации, но вот я бы так сформулировал, что первая задача это слом действующей системы. Он может произойти действительно в течение одного-двух дней, там, в результате чего угодно, либо массового выхода на улицы людей, либо в результате объявления какого-то совершенно невменяемого преемника Путина, либо его, значит, ну, то, что называется «Лебединое озеро». Вот. И в этот момент, вот этот момент, период, он очень важен, потому что те люди, которые стоят вокруг него, они, естественно, готовятся к переходу, и они продумывают все варианты. И в их руках деньги, силы, как бы сказать помягче, отсутствие морали, которая позволяет им применять насилие в любых объемах. То есть у них есть все возможности для того, чтобы перехватить власть, но им придется каким-то образом там делиться между собой. Слава Богу, их несколько этих там групп, судя по тому, что мы видим в последнее время. И одна из них по версии Валерия Соловья, и я тоже выражаю солидаренность с ним в этой надежде, что кто-то из этих групп обратится к народу за поддержкой. И вот только в этом случае возможно какое-то участие собственно народных масс и возможность перехода на ту колею, ту траекторию развития, которая нас интересует. В противном случае будет некий Сечин там условный, который там кровью умоет всю страну, при котором мы будем Путина вспоминать как мягкого пушистого зайчика и так далее. Вот. Поэтому я бы выделял вот этот период буквально один-два дня. состав этих мероприятий должен быть мощным, очень часто противозаконным и я бы сказал даже секретным. Начиная от того, чтобы заблокировать, хакнуть и заблокировать систему доступа всех людей в Кремль, хакнуть все базы данных всех систем государственной власти там и ФБР, ФБР говорю, как она у нас называется? СБ, да. И судебных решений и так далее, и так далее. Они все нужно предотвратить их уничтожение теми участниками, которые в ней работают. это очень сложно, потому что в противном случае мы окажемся в такой ситуации, когда огромное количество врагов, которых мы не знаем и мы не сможем никаким образом обеспечить ни нейтралитет силовиков, ни противодействие их действиям по контрреформам. Но это, я говорю, этот период он отдельно требует, это даже не политика, это микрополитика такая, которая требует в духе Владимира Ильича Ленина последовательных шагов, там, что брать, телеграф, телефон, банки, вот, что нужно в настоящий момент теми или иными средствами, значит, взять под контроль и обеспечить возможность плавного перехода власти от старой администрации к новой администрации без потери управляемости страны. Потому что если окажется так, что будут парализованы значит, работа ЖКХ, электроэнергии, водоснабжения, это все, начнется такой хаос, в котором, в общем, все будут только требовать твердой руки и авторитарной власти, диктатора и так далее. Это крайне опасно. А этот сценарий в принципе возможен. Поэтому у меня мнение такое, что в начале вот в этот момент смены слома режима должна быть готова система, даже не система, а какое-то телевое правительство, которое скажет, мы готовы взять на себя ответственность за судьбу страны и переход ее к устойчивому экономическому развитию. Мы там не коррупционеры и так далее, и так далее. Состав должен быть такой, у которых есть моральное право представлять народ без выборов. То есть у меня есть предложение, я присылал ссылку состав вот этого правительства либо национального спасения, либо народного доверия, либо просто на мой взгляд можно спортивный термин применить. Это команда реформаторов. Причем желательно в двух составах. Один действующий, второй анализирующий, и они между собой могут меняться. Но это отдельная тема. вот. И первый этап должен быть не выборы, а подготовка к выборам. А для того, чтобы обеспечить, например, нормальную судебную реформу, необходимо провести реформу судебной реформы, даже самая быстрая, она не меньше года займет. Нормальную избирательную систему, ну да, можно сменив там ЦИК, обратившись там к членам избирательных комиссий, что теперь не надо никаких фальсификаций, и взяв под контроль администрации местные, которые, собственно, и обеспечивали все эти самые фальсификации, примерно одна треть всех избирательных участков фальсифицировали свои результаты, а две трети работали нормально. то есть в принципе это можно сделать быстро. Но мое глубокое убеждение, что на первых свободных выборах, если их сделать сразу же после смены власти, очень быстро консолидируются бывшие бенефицары, криминал, силовые структуры, то есть фактически Единая Россия плюс криминал. И они займут ключевые позиции в новой власти и будут препятствовать, торпедировать, и в конечном счете пообедят, потому что они имеют ресурсы, они имеют организационные возможности, то есть они привыкли консолидироваться. Агрессивные и недалекие люди гораздо легче консолидируются, чем интеллектуалы. Вы видите, как раздроблена оппозиция, она никогда не объединится, потому что у каждого свой вектор развития, который они себе представляют. Поэтому мое мнение, что второй этап это авторитарные проводимые реформы правительством реформ, ну давайте, команды реформаторов, которые на флаге говорят, что мы готовим, ну как это было в семнадцатом году, в феврале, когда победил, учредительное собрание, вот мы их всех соберем, вот через год, а это примерно будет согласно нашему законодательству, там, если это все случится, допустим, в январе-феврале, то осенью, ну там или там в следующем году, через год больше можно будет провести эти выборы, но их надо подготовить, обеспечив свободную не мораторию на ТВ в политике, а наоборот, свободную рекламу всех политических сил, которые хотят участвовать в будущем устройстве страны, полная свобода на создание новых партий и их представления, будет хаос, будет 500 новых партий, ну, ну что, ничего страшного, потом все равно среди них останется там три-четыре и наиболее, скажем так, опытные, вменяемые, они придут к власти, но самое главное, что нужно обеспечить, предотвратить попадание во власть, членов Единой России, силовиков и криминалов, иначе эти свободные выборы будут первыми и последними в данный период в этой стране, и дальше у нас очередные 25 лет будут потерь, и только треть, да, и вот за этот период, за этот год, там может быть там 9 месяцев, как получится, зависит от профессионализма и эффективности этой команды реформаторов, они должны провести основную массу всех реформ, первое, что понятно, это отменить все законодательные акты, которые приняла данная власть, начиная с 2000 года, вернуться к Конституции 93 года и провести как минимум выборы по ее правилам, этого будет, мне кажется, на первое время достаточно, не принимать никакой новой Конституции, это новая парламент должен будет инициировать обсуждение и так далее, хотя два варианта Конституции уже есть, это Конституция Юнэмана и Конституция Яблока, но для того, чтобы провести реформы, необходимо большое количество серьезных таких решений и первое из них должно состоять в том, чтобы обеспечить широкую социальную поддержку реформ, то есть надо объявить цели, надо объявить те шаги, которые правительство реформ обещает сделать и начать их сразу же выполнять, то есть первая свобода, отмена там многих вещей, ну, кстати, дальше у Якова есть там пункты по поводу плюшек каждой из групп влияния, надо, чуть позже будет, надо сделать так, чтобы поддержка реформ была массовой, и только в этом случае можно провести эти реформы, фактически фасад демократический у нас есть, его надо просто наполнить, вернуть ему то содержание, которое было изначально заложено, и которое за 20 лет Путин сумел мягко превратить в фактически тоталитарный режим, сохраняя фасад выбора, там вроде бы есть парламент, вроде бы есть президент, есть какие-то там СМИ и так далее, но все это выхолощено и превращено в инструмент единовластия, вот, и третий этап, это уже спокойное ламинарное течение развития страны, когда будет выбран парламент, когда все основные реформы, реформаторские решения будут приняты, реформы произведены, и нужно будет дальше фактически просто, ну, улучшать, подвинчивать, подкручивать, потому что если вы хотите опереться на парламент в процессе реформ, то это заведомый проигрыш, вот, можете себе представить принятие какого-либо решения, ну, например, там, я не знаю, там, отмена налогов каких-то, например, НДС, провести это через парламент, это займет полгода, может быть, год, это одно решение, а таких решений должно быть очень много, тут надо, конечно, ориентироваться на опыт самого успешного реформатора 21 века, это Михаила Саакашвили в Грузии, вот, и его мнение, оно совпадает полностью с моим, что реформы нужно производить решительно, быстро и неотвратимо, причем в достаточно авторитарной форме, если вы помните, там много, конечно, ошибок было сделано, но тем не менее, это сделано было крайне решительно и с серьезным подавлением сопротивления, это обязательно нужно сделать, но сопротивление это можно значит подавлять только в том случае, если создана социальная база поддержки, то есть основная масса населения, увидев свободу предпринимательства, снижение налогов, повышение там, я не знаю, каких-то выплат, снижение пенсионного возраста и так далее, это надо отдельно продумать, какие меры нужны для того, чтобы народ вздохнул и мог свободно трудиться и зарабатывать деньги и уходить от той нищеты, в которую постепенно мы погружаемся, вот, это обеспечит возможность новой власти оказывать давление на тех бенефициаров прошлого режима, которые останутся у власти. Обязательно нужна люстрация, она должна быть там постепенно, это отдельная тема, вот, поэтому критикую, так сказать, ведущего, я бы так сказал, что первый этап это не выборы, ну, вернее, какой, второй этап, это не выборы, это проведение реформ, а выборы и новый парламент это результат реформ, который позволит дальше, так сказать, ну, в ламинарном течении развития повышать, чуть-чуть эффективность, подкручивать, подвинчивать и так далее. Вот главное мое, так скажем, возражение. Вот, ну, а те сомнения, которые у меня были, вот, почему мораторий на партии, на ТВ, там, с чего вдруг нынешние губернаторы будут активно помогать, они не будут помогать, потому что большинство из них ставленники Путина и без него они вообще ничто. Обеспечить нейтрализм олигархов, вы меня извините, у нас денег не хватит на то, чтобы их ограничивать. Надо обеспечить, во-первых, ну, олигархов у нас действительно нет, кроме Путина, потому что олигархи это деньги плюс СМИ, плюс влияние на власть. У нас таких олигархов нет. У нас есть миллиардеры, часть из них сами стали миллиардерами, часть из них стали миллиардерами с помощью Путина. Это фактически живые кошельки Путина, от них говорить нечего, это вообще не фигуры и не акторы. А вот другие, те, кто сами заработали свои деньги, они должны быть заинтересованы в успехе реформ. Как это сделать, это вот отдельная задача. Так, и еще что-то хотел сказать, минутку, я посмотрю на свои записи. Так, про парламент. Да, так вот, если резюмировать, значит, три этапа, слом путинской власти и временное правительство, правительство реформ национального спасения, как хотите. Третье, второй этап выборы. Игорь, покажите ваш экран тогда, если у вас есть на экране, чтобы текстом посмотреть. Да не, оно очень мелко, значит, и тут неправильно, я пропустил этап, значит, слом путинской системы, реформы, выборы и потом парламент. вот, собственно, у меня такая градация, отличающаяся от градации уважаемого ведущего. Я закончил. Спасибо. Значит, действительно, мы должны выработать какой-то общий язык, очень много зависит от терминологии, мы должны ее выработать. Значит, давайте я еще раз все-таки покажу экран и найду какие-то общие места, с которыми мы все согласимся. Итак, понятно, что вот этот, так сказать, медленное ламинарное течение, то есть, понятно, что надо разделить реформы на условно-быстрые и условно-медленные. Ну, например, принимать Конституцию это медленное дело, да, глубокая реформа экономики это медленное дело, но некоторые реформы надо сделать быстро и потом, чтобы новый парламент их подтвердил, чтобы он утвердил те быстрые решения, которые будут приняты на предыдущих этапах. Здесь он с ними согласится. Поэтому у нас то ли четыре этапа, четвертый этап, это уже избранный парламент заседает и одобряет действия тех быстрых реформаторов, которые там пенсионную реформу отменили, еще быстро-быстро приняли. А если не одобряют все, реформа конец? Ну, значит, конец. спасибо. Потому что государство, которое находится в режиме диктатуры без перехода в демократии в принципе, не может нас радовать. Ну, у нас есть пример Сингапура или Куан Ю, который фактически авторитарный. Давайте так, мы отдельно обсудим вариант Сингапура. Для этого можно сделать отдельную передачу, но сейчас нет. сейчас мы должны перейти на последний этап. Тут есть варианты полгода, чуть больше, чуть меньше, год, ну, вот Михаил сказал, сколько, четыре месяца. Я думаю, что это все должно уложиться в полгода, через полгода после начала, ну, плюс-минус месяц. Должен создаться такой парламент, который подтвердит или опровергнет все предыдущие решения. и дальше уже карты в руку. Я категорически против, потому что за полгода можно сформировать только тот парламент, который будет сопротивляться реформам. Зачем? Ну, то есть вы своими руками создаете своего гробовщика. Молодцы. А можно я возражу? Михаил, пожалуйста. Я бы хотел возразить. Я сам наблюдал очень внимательно тут практически в состоянии участника за тем, что происходило в начале 90-х в России. Я очень внимательно наблюдал за тем, что происходило в Украине. Сначала после, так сказать, Майдана 2014 года, а потом после избрания Зеленского, которое тоже, в общем, было некая мини-революция, потому что это тоже был в некотором роде переворот относительно, так сказать, предыдущего состояния. Я не так сильно следил за Михаилом Николозовичем в Грузии. Но, насколько я знаю, с одной стороны, несомненно, что он действительно человек авторитарный, и с другой стороны, я думаю, что есть серьезные причины, почему он, в общем, давно не в Грузии. И в Грузии его, так сказать, не ждут не только администрация, а еще... Давайте про него отдельно, потому что вы сейчас повторяете мифы, которые, ну, никак не связаны с реальностью. Согласен. Согласен, все. Тем не менее, те опыты, которые я наблюдал на близком нам пространстве, на мой взгляд, достаточно убедительно говорят о том, что самый большой кредит доверия реформаторы, пришедшие после таких жестких авторитарных или там диктаторских тоталитарных систем, они имеют в самый первый момент прихода к власти. А потом, так сказать, то ли потому, что они не очень грамотные, то ли по каким-то другим общественным причинам, так сказать, развития ситуации, это все падает и падает и падает. И чем дальше, тем больше, так сказать, оппозиция нарастает, набирает силу. То есть, чем быстрее проводятся выборы после перехода, тем больше голосов получают реформаторы. И чем позднее происходит, тем меньше. То есть, чем дольше мы будем ждать, тем больше шанс, что этот самый пришедший вновь парламент действительно все отвергнет. То есть, если, грубо говоря, мы через три месяца приводим к выборам, то с высокой вероятностью мы получаем большинство в парламенте и четыре или пять лет получаем на полную возможность а если мы это затягиваем на год или более, то мы остаемся там фактически в меньшинстве, все это отменяется. Это только в том случае, если реформаторы будут... Нас еще будут судить и вешать за это, да? Поэтому я считаю, что чем раньше, тем лучше. Мой, так сказать, опыт, как бы весь опыт наблюдаемый мной об этом и говорит. Я думаю, что тут есть и объективные причины по той причине, что даже если мы будем все делать очень грамотно, даже если мы будем учитывать, что реформы должны приносить позитив гражданам народу. Но я очень сильно предполагаю, что динамика, которую мы получим в наследство и социально-экономическое будет очень негативная. То есть будут большие там бюджетные дефициты. То есть мы захотим, допустим, увеличивать расходы, а инфляция уже и так будет достаточно высокая. То есть я вполне предполагаю, это, наверное, рабочий сценарий, что необходимые нам реформы с точки зрения привлечения на нашу сторону граждан будут остро противоречить тем реформам, которые будут быть необходимы с точки зрения финансовой стабилизации и так далее. И еще множество противоречий. То есть мы будем рисковать между тем, чтобы свалиться просто в популизм голый, раздать людям деньги, цены там улетят и люди на новые эти зарплаты и пенсии повышенные смогут купить меньше, чем на предыдущие. То есть будет очень тяжелая, на самом деле, экономическая ситуация. Она сама по себе будет играть против нас, даже если мы не будем делать грубых ошибок, чего исключить нельзя. Поэтому я предполагаю, что самый лучший, ну и плюс еще, я говорю, тут такой момент, что вот эта власть, так сказать, самых замечательных людей, прекрасных, которых вы там назовете или кто-то, да, как бы они красивые, умные и прочие не были, они никто. Они вообще, говоря, нелегитимны. И любая, так сказать, масса людей где-то на окраине, которые сильно это не понравятся, может сказать, ребята, вы совершили переворот, который совершенно не конституционный, вы там никто, и звать никак. Как мы тут создаем местную, так сказать, Хабаровскую народную республику, Амурскую народную республику и так далее. И у вас не будет никаких оснований, например, послать туда там какие-нибудь войска усмирять. И вообще у вас нет даже оснований для того, чтобы вести с ними переговоры. Вы никто, и звать никак. Они там восстановят и скажут, что мы будем жить по конституции предыдущей. Вот у нас здесь действует конституция, мы тут сейчас выборы проведем. Поэтому единственный способ этого не допустить, это объявить, что мы проводим выборы так дата. Назвать дату сразу. Да, через год. Но и никого не устроить через год. Потому что в конституции записано, что если у вас нет властей, то он происходит через 3-4 месяца. Да, как бы... Спасибо, Игорь. Игорь, подождите. Значит, если Игорь хочет вариант Сингапура обсудить, отдельную сессию устроим. Нет проблем. Я хочу добавить вот какую... Я совершенно согласен с Михаилом в этом случае, мы двое против одного, что только парламент, про который каждый гражданин может сказать, я тоже сбираю, мой голос тоже учтен, он придет в системе устойчивости, легитимности и отсекает всякие нехорошие варианты. Я вот что хочу еще добавить из несказанного, но мне кажется, оно не противоречит, а просто в развитии идет. Значит, для того, чтобы, ну, по предыдущим замечаниям по вот этой таблице нейтралитет и мораторий, еще раз, нормальная избирательная система и нормальная судебная система, это можно обсуждать, но нормальная в той части, что мы можем верить этим выборам. Если для этого, если после этого потребуется совершенствование, у нас будет возможность. если мы определим минимальный набор мер, после которых эти две системы, избирательная и судебная, станут достаточно нормальными, вот эта мера достаточной нормальности, для того, чтобы люди поверили в правильные выборы. Вот на этом, вот эту меру можно обсуждать, и способы ее достичь, они можно обсуждать, но не идет речь о создании хорошей системы избирательной и хорошей судебной. Это будет большая судебная избирательная реформа при нормальном парламенте. Это необходимые условия, которые потом будут углубляться и расширяться. Про ТВ можно обсуждать, но еще раз говорю, тут цель, критерий очень простой. Если после наших партий и прочее, если после выборов окажется, что треть или половина или четверть страны скажет, мой голос не учтен, мы проиграли. Если таких окажется там 5%, мы выиграли. Но больше 5%, мы проиграли. Это первая цель, которую я ставлю на предпоследнем и последнем этапе. И ради нее я готов работать. Игорь, про Сингапур еще раз говорю, будет отдельная сессия. Я не хочу про Сингапур говорить. У меня вопросы вот по этим пунктам. Хотите по этому слайду, по этому... А, да, да. Давайте сейчас. Кто сразу после смены власти обеспечит нейтралитет силовиков? Хорошо. Вопрос поставлен в очередь и продолжаю предъявить ответы. Это действительно важный вопрос. Мы к нему вернемся. Это фантазия. Не ответить. Я буду отвечать линно, полно, но чуть позже. Окей? Я ведущий. Хорошо. Хочу бросить вот какую еще информацию, которая кажется мне достаточно очевидной. Значит, для того, чтобы на втором этапе, на втором этапе у нас была активная поддержка рядовых граждан, необходим еще этап предварительный, уж совсем быстрый. Я называю его минус третью. Да? Предпредпоследие. И там нужны те самые быстрые реформы, которые кажутся всем очевидными, которые обязательно нужны сразу. Это решение первого дня. Окей. Ну а может быть... Минус три. Это решение первого дня. Первый диктор на вывлазь. Первого или второго, но очень быстрое решение. Давайте выделять то, с чем мы согласны. Не педалировать те терминологические расхождения, которые выводят нас в пустоту. Мы согласны, что на этом этапе должны быть, например, вот я тут перечислил. Я предлагаю принять без обсуждения это. Это да, с этим никто не спорит, просто это не полно, этого недостаточно. Важно, что этот этап есть. Мы должны быть с ним согласны, его можно улучшать, совершенствовать, но он есть. Я называю это минус третий этап. Если мы это проверим... Продвинем только против названия. Не оминус три, а первый этап, который необходимо выполнить. Да не первый он, потому что для того, чтобы к этому этапу перейти, мы должны пойти еще предварительнее там. Потому что, отпустить политзаключенных, кто будет это делать? Эти люди должны быть согласны, люди с ними договориться. Они пока еще не согласны. Ну, правительство, а дальше работает комиссия. Вы о чем говорите? Это указ одного дня. Ну, хорошо, два дня. Хотя мы, кто нам мешает, заранее эти указы подготовить. И как только получаем власть, мы эти указы просто публикуем. Все. Вот что значит просто получаем власть? Вот это тоже этап, который будет минус четвертый. Это переход. Это вот момент слома и перехода. Это отдельная такая вещь. Он у вас называется нулевой, а это первый. Хорошо, давайте тогда говорить о том, что у нас есть нулевой, первый, второй, третий этап. С этим согласимся и будем двигаться дальше. Хорошо. Так вот, про нулевой этап наверное поговорим в следующий раз, но просто много сегодня уже наговорили. Это отдельная тема, да. Давайте завершать. Наше первое собрание будем считать успешным. Надеюсь, все согласны. Вот. Мы еще встретимся, мы еще подготовимся, мы еще соберем отклики от наших делителей и продолжим эту тему. Спасибо. До следующей встречи. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok